Конечно же, ситуация и в Европе, и в России, и в Африке связана между собой. Почему? Потому что построена одна большая глобальная экономика, в рамках которой все правила игры диктует тот, кто печатает деньги. То есть фактически Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день диктуют свою волю всему миру. Какие у них проблемы? Проблемы у них следующего характера. Давайте вернемся опять в их большой государственный долг, точнее небольшой, а уже сумасшедший. 14,5, но уже 15 триллионов долларов. Это совершенно невероятные деньги. Это только государственный долг и только Соединенных Штатов Америки. Это значит, что они истратили на 15 триллионов больше, чем заработали. Но это бы часть беды была. Дело в том, что еще десять лет назад долг Соединенных Штатов был всего 2 триллиона. То есть он нарастает огромными темпами. А что такое долг? Он ведь имеет определенную математическую составляющую. То есть несмотря на то, что все это виртуально и никто никогда эти долги никому отдавать не будет, это вот сразу поймите, то считайте этих денег нет просто. То есть золотовалютные резервы России это всего лишь как залог на общую сумму выпущенных рублей. Их нельзя тратить, с ними ничего нельзя делать. Считайте, что их нет вообще. То в Соединенных Штатах Америки проблема другая. Несмотря на то, что проценты виртуальны, но на сумму 15 триллионов этих процентов уже много. Просто математика начинается включаться. И поскольку вся эта система должна функционировать по определенным правилам, то кто-то должен купить новые облигации, которые позволяли бы обслуживать государственный долг США. И проблема заключается в том, что денег в мире уже начинает не хватать на это. Ну просто вот если все круглые сутки работают, добывают нефть, китайцы что-то производят, все остальные быстро это потребляют и выбрасывают, и тут же начинают производить новое, то все равно уже денег не хватает во всем мире, чтобы скупать оставшиеся американские облигации. Поэтому им нужно дополнительный приток денег для покупки этих облигаций со всех частей мира. И что они делают? Они начинают дестабилизировать различные сектора мировой экономики, дестабилизируя ситуацию в определенных частях планеты. Ну условно говоря, Ближний Восток, раскачали ситуацию, все деньги, которые там были, видят угрозу, а деньги любят спокойствие. Что происходит с ресурсами? У людей были какие-то бизнесы, были какие-то вложения, там государственные облигации, проекты в этих странах. Они берут, все быстро продают. Продают за что? За доллары. Совершенно верно. Европа берем. Ситуация точно такая же. Вы раскачиваете ситуацию, вдруг ваши стандарт-энд-пурсы начинают замечать греческий долг, случайно публикуют. Конечно, случайно публикуют информацию о падении кредитного рейтинга Франции. Обратите внимание, что они всегда случайно публикуют что-нибудь вниз, но никогда случайно не публикуют что-нибудь вверх. Таких случайностей история не знает. В Европе что происходит? Банки, люди, государства хранят часть своих активов в евро. Евро из-за вот этой неразберихи начинает снижаться. Что делают владельцы активов в евро? Они начинают от евро избавляться. Они начинают евро на что-то обменивать. На что можно обменять евро? Казалось бы, можно было обменять бы на природные ресурсы, но мы с вами помним, что вся мировая торговля осуществляется только в долларах. Поэтому вы нефть у Норвегии за евро купить не можете. Вы сначала должны свои евро поменять на доллары. То есть, в любом случае, при бегстве капитала из любых форм начинается переход сначала в долларовую форму. Вот евро они продали, перешли в доллары, а дальше думают, что с долларами делать? Если ничего с ними не делать, они вроде как бы тают под воздействием инфляции, потому что цены растут из-за того, что все время ФРС допечатает новый доллар. Что они делают? Чтобы хоть как-то сохранить, они покупают гособлигации США. То есть, смотрите, вы дестабилизировали какой-то регион планеты, а в итоге увеличили спрос на свои долговые обязательства. Поэтому они будут и дальше погружать в хаос регион, за регионом. Это такая форма выживания для них. Но есть там еще и геополитические причины за этим. Но если говорить о чисто экономических, то вот на ближайшей перспективе дело обстоит именно так. Это, знаете, как вот Титаника уже огромная пробоина и путем дестабилизации других кораблей он вливает в себя новые силы и может проплыть еще несколько километров. Но утонет все равно потом. Потому что огромная эта пробоина. Сама форма существования нынешней экономики, когда деньги берутся из воздуха, вот она порочна, она противоречит законам физики. Потому что вы их, наверное, знаете лучше, чем я. Ничто из ниоткуда не возникает. Есть форма изменения энергии, но она не может взяться из ниоткуда. А вот они берут деньги и богатство из ниоткуда. И поэтому у нынешнего финансового устройства мира очень большие проблемы возникли.